Вы сказали то, что США осознали свои ошибки, что они не смогли как-то переломить хребет России. Означает ли это с вашей точки зрения, что санкции антироссийские будут в какое-то обозримом будущее сняты? И если да, то когда вы это прогнозируете? Ну, уже Керри сказал, какие условия должны предшествовать снятию санкций. Да, и мы их знаем, уже неоднократно об этом говорилось. О том, чтобы были выполнены все условия Минских соглашений. Вы знаете, мы часто разговариваем с нашими коллегами, которые приезжают из парламентов европейских государств. Но что подразумевается под тем, что российская сторона не выполняет Минские соглашения? У тебя они четко прописаны. 13 пунктов. Они известны. Мы, кстати, и сегодня об этом говорили. Всех интересует пункт номер 9. Когда же граница Украины и России в зоне ЛНР и ДНР перейдет под контроль официального Киева? И мы говорим, читайте протокол. Там четко совершенно написано, что должна пройти политическая реформа, региональные выборы. И после этого украинская официальная сегодняшняя власть берет под контроль эту часть границы. И тогда все логически продумано и выполнено. И мы понимаем, что после этого уже можно говорить о нормальных отношениях, в том числе и на границе, в рамках нашего приграничного сотрудничества. То есть, по вашим словам, то, что с России не снимают санкции, это, я правильно понимаю, из-за действий не российской стороны, а из-за действий ДНР и Киева. И именно вот в этом уравнении, то есть, как бы Москва все делает правильно, а ДНР, ЛНР и Киев, соответственно, из-за их действий с России санкции не снимаются. Мы очень внимательно наблюдали за выходом Меркель и президента Путина перед журналистами. И если вы помните, Меркель сказал о том, что нужно выполнить все условия Минского соглашения. Но опять, какие условия? Ведь никто не говорит, какие условия не выдерживает российская сторона. И ОБСЕ, и военные, начальник генерального штаба украинских вооруженных сил признают, что нет вооруженных сил на территории Украины. А американцы говорят, есть. Ну, послушайте, вы можете себе представить две небольшие территории ЛНР и ДНР, на которой по разным данным спекулируется, что там есть вооруженные силы? Ну, сами солдаты говорят, что они там воюют, что они там были. Послушайте, есть фамилии, есть номера военных билетов. Полная версия доступна для подписчиков.